И начнем с происшествий. Едва не погиб за рулем один норильский автовладелец. Накануне молодой водитель вместе с пассажирами въехал в бордюр. Да так сильно, что самому какое-то время придется побыть на больничном. А его автомобиль едва ли подлежит восстановлению. Все случилось на перекрестке улиц Нансена и Красноярска. И, как выяснили дорожные полицейские, эта легковушка шла на приличной скорости. Но ее 26-летний владелец не справился с управлением, и автомобиль, в котором были пассажиры, въехал в бордюр. Аварии, кстати, пришествовало ливень. И сцепление за рогой оставляло желать лучшего. От Эдуара машину отбросило на тротуар. В ДТП пострадал водитель. От более серьезных травм его спас ремень безопасности. Молодого человека госпитализировали. Он был треск, но с начала года его четыре раза привлекали к административной ответственности за различные нарушения дорожных правил. А в другом происшествии, в пожаре, случившемся в центральном районе Норильска в ночь с пятницы на субботу, погибли мужчина и женщина. Сообщение о возгорании поступило пожарным в пять минут третьего ночи. Горели домашние вещи и мебель в квартире на третьем этаже третьего корпуса дома на Завинягина-6. Площадь пожара составила 32 квадратных метра. Два часа его тушили 12 человек и 5 единиц техники. Хозяин горевшей квартиры успел выбежать из огня. Эвакуировали также 15 жильцов, в том числе двух детей. Однако эта ночь стала последней для мужчины и женщины, проживавших на пятом этаже. Предположительная причина их гибели – отравление продуктами горения. Идет расследование. Большие потери от пожара в эти выходные случились и на Таймыре. 8 августа в поселке Волочанка сгорела школа. Эти кадры опубликовал бывший директор школы Денис Теребихин. По его словам, пламя распространилось быстро и перекинулось на соседнее здание. Предварительная причина – неисправная электропроводка. Для поселка это трудновосполнимая потеря. Северный город ездил в эту школу два года назад. Предлагаем вспомнить, чем была Волочанская средняя общеобразовательная школа номер 15 имени Агду Аксеновой для таймырцев. Нашу школу закончили такие выпускники, как Матумяка Турдагин, Борис Волчанов, Агду Аксенова. То есть каждый образованный житель Таймыра об этом знает. Они все учились в этой школе. Это наши выпускники. Николай Попов. То есть все легендарные личности, представители интеллигенции коренных народов, которые были в Советском Союзе, которые были члены союза художников и так далее, они учились в нашей школе. Это место не просто школа. Это культовое место. Это место силы, если хотите знать. И это надежда, в том числе, я думаю, на нашего таймыра. 2017 год. 31 августа. Денис Теребихин, тогда директор, проводил экскурсию по Волочанской школе для журналистов таймырских, норильских и федеральных СМИ. В 2017 начало учебного года в Волочанке ждали и одновременно боялись. Еще в мае школе не хватало учителей. Новый учебный год был под угрозой срыва. Тогда о поселке заговорили везде. Учителя со всей России откликались на призыв о помощи и ехали работать в маленькую таймырскую школу. Тогда же в Волочанке сформировали первый отряд юнормейцев. Учебный год стартовал по плану. А эти кадры уже 20-го года. 8 августа день. На странице в фейсбуке Денис Теребихин напишет «В Волочанке горит школа». В комментариях он пояснил, пожарной службы в поселке нет, но есть помпы и насосы. Люди сделали много. Заливали водой рядом стоящие дома, иначе бы потери были еще больше. Субботний день выдался ветреным. По информации регионального управления МЧС, площадь пожара 945 квадратных метров. Вместе с учебным корпусом сгорела котельная. Сообщение о возгорании спасатели получили в тот же день. Но, цитирую, из-за удаленности и транспортной недоступности в летний период тушение производилось без спасателей МЧС. 8 человек добровольной пожарной дружины при активной помощи местного населения потушили огонь. Обошлось без человеческих жертв. Александр Молодцов, Рамис Муфтиев. Новости северного города. Волочанка осталась без школы накануне 1 сентября. По данным Таймырского управления образования, учебный год в этом поселке должен начаться для 84 ребят. Ответ на главный вопрос, где и как будут учиться дети, а также появится ли новая школа, Волочанки получили наши коллеги из Дудинского отделения ГТРК Красноярск. Данный вопрос отработан управлением образования совместно с администрацией муниципального района. В Волочанке есть еще одно здание школьное, в котором обучались дети начальных классов. Поэтому решено организовать учебный процесс всех детей с 1 по 11 класс в данном здании. Единственное, что они будут учиться в две смены. На сегодняшний день разрабатывается план. Готовится помощь из Дудинки для детей. Собираем учебники со школ, чтобы дети приступили к 1 сентября, как положено. Готовится письмо в Министерство образования Красноярского края с тем, чтобы заявиться нам в государственную программу развития образования Красноярского края на строительство новой школы в поселке Волочанка. На выходных жители Таймыра отметили Международный день коренных народов мира. На воскресенье прохожие на Ленинском проспекте могли увидеть необычную процессию. Мужчин, женщин и детей в национальных костюмах таймырских этносов. И даже живого оленя. К великой радости горожан. День коренных народов мира – это особый праздник для таймырских этносов. Однако это не только повод говорить о важности сохранения малочисленных народов Севера, но и о решении их проблем. А их, по словам коренных жителей Таймыра, хватает. Это и вопросы сохранения языка, богатого культурного наследия, обычаев, традиций. Это и вопросы традиционных промыслов, рыбной ловли и оленеводства, которые не решают ни федеральные, ни часто региональные власти. Все законодатели, федеральные законы, они несут декларативный характер. Здесь, на местном уровне, ссылаются на федеральные законы. Мы здесь живем, мы не находимся в Москве, поэтому ни один федеральный закон не работает. Объединить усилия с властью возможно, убеждены представители таймырских этносов. Главное – это их открытость к диалогу и устранению бюрократических препонов. Международный пьем коренных народов мира, земляки! Мира, процветания, всем! Идем далее. Исполняющий обязанности главы Норильска Николай Тимофеев провел совещание с работниками единой дежурной диспетчерской службы. Поводом стало сообщение о незначительном происшествии на реке Амбарной. 7 августа в 15 часов 15 минут оперативному дежурному в Норильске сообщили, что при перекачке водно-топливной смеси на реке Амбарной произошел обрыв гибкого трубопровода. И наружу вылилась почти тонна жидкости. Как выяснилось, подробности происшествия дежурный не перепроверил. Информация оказалась дезинформацией и в таком виде разошлась по СМИ, говорят норильские власти. Информацию оперативный дежурный не перепроверил. Мы вылетели на вертолете, все службы были, и следственный комитет, и МВД, ФСБ. Мы посмотрели, два мешка грунта лежит. Два мешка грунта всего. Розлив оказался всего 40 литров. Я, знаете, не хотел бы идти по пути Ахмечина Рената Вячеславовича, главы города Норильска в прошлом. Он же благодаря вам получил статью за халатность. Я не хотел бы тоже получить статью за халатность. А когда я вижу, что вы такую шпаргалку отправляете в Краснодарский край, я понимаю, что что-то не так. Начинаю подключать юристов, они говорят, то, что было сделано, оно не соответствует закону. И благодаря этому у нас фейк-ньюс получился. Вы дезинформировали всю страну, по сути. Спешка без обязательной перепроверки информации должна быть исключена. Убежденный прокурор Норильска Владимир Большунов нужен четкий алгоритм информирования о происшествиях, а также порядок оповещения членов оперативного штаба. Здесь, безусловно, доводы более чем обоснованы. Они должны быть перед какой-то проверкой перепроверяться изначально и даваться всеми оценками. А не тогда, когда выходит информация уже в край, и мы узнаем, и мы уже на местах каждый ориентируемся и понимаем, что эта информация не соответствует действительности. Мы все собираемся, бежим в вертолет и летим, и видим то, что совсем все не так. По итогу совещания Николай Тимофеев поручил провести служебную проверку и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. Михаил Чернов, Ромис Муфтеев. Новости северного города. Тем временем резервуара, из которого в конце мая вылилось дизельное топливо, больше не существует. Его разобрали до фундамента при помощи тяжелой техники. Остатки круглосуточно разрезают. После металл вывезут и утилизируют. Всего теперь предстоит убрать около 500 тонн металла. Каждый еще недавно был громадным резервуаром для топлива. Уже сейчас вывезли больше половины. На площадке остался только фундамент. Будет производиться комплексное обследование самого фундамента, чтобы понять причины произошедшей аварии. Все работы идут по графику. Демонтаж резервуара будет завершен к 30 сентября. С понедельника комиссия начала проверять, готовы ли норильские школы к новому учебному году. Летом в них провели ремонт и приобрели оборудование. Но вот только оценить изменения пока смогут не все ученики. В управление образования говорят, что точно 1 сентября пойдут школы учащиеся первых, пятых и десятых классов. Остальным, возможно, какое-то время придется остаться на дистанционном обучении. Вот один из учебных кабинетов. Приемку перед очередным учебным годом комиссия начала с пятой гимназии. Летом во многих образовательных учреждениях прошли ремонты. Красили стены, полы, кухни, лестницы. Кое-где отремонтировали кровли и фасады. В итоге на обновление школ потратили 137 миллионов рублей. Теперь представитель МЧС проверяет, подходят ли отделочные материалы для использования в образовательных учреждениях. Наш надзор на то есть существует, чтобы контролировать, все ли правильно делается. Что визуально, то есть я вижу, где ремонтные работы проводились, допустим, в данном случае менялось напольное покрытие. Мне надо предоставить, то есть посмотреть, ознакомиться с сертификатом, соответствовать классовому пожароопасности по категории. Можно ли его использовать в данном случае для отделки лестничных клеток, коридоров в образовательном учреждении. А если школа расположена рядом с проезжей частью, то должны быть соответствующие дорожные знаки, разметка и желтые мигающие светофоры. Эти пункты проверяют полицейские. Мы обращали на это внимание еще в 2014-2015 году, когда строгие правила вышли по поводу пешеходных переходов вблизи учебных заведений. В общем-то и город, и школы быстро отреагировали на это, и мы очень достаточно быстро все установили как положено. В этом году школы встретят почти 25 тысяч детей, но не все из них увидят своих одноклассников и преподавателей в сентябре. Из-за пандемии коронавируса на очном образовании решили оставить только несколько параллелей. Я думаю, это для всех очевидно. Первоклассники обязательно должны начать новый учебный год в очном формате. Ну, во-первых, чтобы познакомиться с первой учительницей, для того, чтобы познакомиться со школой, которую они будут на протяжении 11 лет посещать, и познакомиться со своими одноклассниками. Это обязательно. Без этого, ну, я не знаю, что такое первый класс. Кроме первоклассник, пойдут в школы 1 сентября ученики 5-х и 10-х классов. Их обучение должно быть таким, чтобы снизить риск заражения. Для этого в приемную комиссию должен войти сотрудник Роспотребнадзора. Нам важно не допустить большого скопления детишек одновременно. И специалист Роспотребнадзора как раз при приемке образовательных учреждений может акцентировать на какие-то недостатки внимания. Это для здоровья наших родных и близких необходимо. Пока мы принимали школу, я уже переговорил с руководителем Роспотребнадзора. С завтрашнего дня специалист Роспотребнадзора подключается к работе нашей комиссии. Власти планируют выстроить процесс так, чтобы все уроки проходили в одной аудитории. На переменах детям не дадут пересечься с другими классами. А некоторых учащихся переведут на вторую смену. До 18 августа комиссия проверит все 37 школ Большого Норильска, включая Снежногорскую. А всего же, по последней информации, 1 сентября за парты сядут больше 6,5 тысяч школьников. Это ученики первых, пятых и десятых классов. Остальным же еще какое-то время придется оставаться на удаленке. Методику их обучения сейчас обсуждают в Управлении образования. Андрей Гришков, Александр Ворий и Рамис Муфтиев. Новости северного города. Также начальник Норильского управления образования отметил, что 1 сентября в школу не пойдут те, кто прилетел домой накануне. Ведь норильчанам по-прежнему нужно выдержать двухнедельный карантин по возвращении в город из отпуска. С 10 августа по указу губернатора в Красноярском крае начали работать детские сады. Те, кто посещал дежурные группы раньше, продолжат занятия без изменений. А вот родителям, чьи дети оставались дома, придется сходить с ребенком в поликлинику. Принимать группы детей будут только со справкой об отсутствии коронавирусной инфекции и контакта с зараженными. За ней родители должны обращаться к участковому терапевту. Ребенок приходит в детский сад, где находится уже группа детей. И, соответственно, какие-либо заносы в группу приведут к тому, что закрываться будут на карантин сад. И те же самые родители опять окажутся дома. Поэтому я прошу родителей, прежде всего, очень ответственно относиться к прохождению медицинской комиссии. Также Андрей Колин напомнил и про обязательный карантин. Если родители только что приехали с ребенком из отпуска, то две недели нужно оставаться дома. И только после этого идти к врачу за справкой. И напоследок о статистике по коронавирусу. В понедельник данных оказалось очень мало. По сообщению Краевого оперштаба, за последние сутки в Норильске стало на двух заболевших больше. И общее число зараженных в нашем городе с начала пандемии достигло 680 человек. Продолжение следует...